Мы, жители села Шереметьевка, просим вас обратить ваше внимание на сельские школы, которые хотят реорганизовать в начальные, а детей возить на автобусе за 18 километров в районный центр, обучаться. Обеспокоенной новостью о возможной реорганизации школы, родители выступили резко против инициативы властей. Двухэтажное здание образовательного учреждения вместе с детским садом в селе Шереметьевка Лысогорского района, по словам жителей, может в скором времени остаться без детей. На фоне этой школы записывали свое обращение родители. Правда, на сегодняшний день что-либо комментировать они отказываются. Все дело в том, что после этого обращения с ними встретился министр образования Саратовской области, и на этой встрече их заверили, что информация-то ложная, никто школу реорганизовывать не будет. У нас же школа сначала была вот в том месте старой, потом вот построили такую замечательную школу, и теперь, пожалуйста, давайте ее закроем. Так же тоже нельзя, и будет такое здание пустовать. Но если закроют село, это уже сразу что, это не будет и детей, это будет вообще тишина в селах. У нас здесь все есть, у нас здесь и клуб, и медпункт недавно построили. В саде ходите? Вот в первый класс пойдете на следующий год, да? Да, в шести лет хотим пойти. Ты хочешь в школу? Да. А что там будешь делать? Писать. Писать? Печелки бенисать. Молодец, какая. Нравится тебе эта школа? Да. У тебя там братик учатся? Да, Никита. Мы хотим, чтобы нашу школу оставили. У нас здесь так хорошо. Там все, и спортивный зал есть, и столовая, и учители отличные. В общем, все. Я не знаю, почему так, но хотят. Лысогорская школа, куда предположительно будут возить детей, находится примерно в 18 километрах от Шереметьевки. Если бы это было правда, нас бы собрали и что-то через совет бы решали. Школа так же и останется. Оно будет из-за того, что точка роста там какая-то у них это, ну, своя процедура, знаете, да? Они будут там, как говорится, содействовать со второй школой. Ну, собираться там, да. Аналогичная ситуация развернулась в селе Ключи Вольского района. Правда, там в конце октября состоялось собрание, где родителям объявили, что единственную школу в селе будут реорганизовывать. 7 ноября взрослые вместе с детьми провели акцию в поддержку образовательного учреждения. В малокомплектной школе учатся 47 детей. Она также объединена с детским садом, куда ходят еще 15 малышей. Обе школы действительно с низким качеством образования, действительно есть дефицит педагогов. И мы видим решение только в диалоге. И вот эти поспешные выводы о том, что школа будет закрыта, они не имеют под собой основания. Почему? У нас создан совет по повышению качества образования на уровне правительства. И там дважды состоялся этот разговор. И было подчеркнуто, ни одна школа не будет закрыта. Но надо исходить из тех возможностей, которые сейчас есть. И надо обсуждать, есть ли старшеклассникам необходим подводств. И есть рядом школы с точкой роста, с новым поступившим оборудованием. Почему мы должны лишать детей такой возможности? Наталья Абрамова первой выступила за защиту школы в ключах. По ее словам, в селе организован сбор подписей за сохранение учебного заведения. Поддержку высказывают не только родители школьников. Взрослые уверены, от реорганизации до ликвидации – один шаг. Тем более, что у сельчан имеется печальный опыт других преобразований. Наша бывшая библиотека ФАП. Вот я вчера уже на площадке Инстаграма выложила. У нас был Сбербанк и аптека. И тоже этого ничего уже нет. То есть все, как бы, это большие минусы реорганизации. Детей потом в дальнейшем, и мы все это все равно понимаем, что будет подвоз в стену, а родители не хотят никакого подвоза. У каждого ученика заканчиваются в разное время уроки, занятия. Что получается? У моего ребенка заканчивается занятие в час дня, у второго – в два часа, у третьего – в три часа. Где находиться в этих промежутках нашим детям? Это первое. Второе. Если мой ребенок встает пол восьмого утра, и он идет до школы, мне во сколько надо теперь своего ребенка поднять? Это что, у меня ребенок на работу уже собирается, а не в школу? Это надо к семи часам уже к автобусу. Это мне, соответственно, ребенка надо поднимать в шесть утра. Анна Кобзарь является директором школы в селе Ключи Вольского района с самого ее основания. Говорит, что весь педагогический состав был воспитан в стенах этой школы. Есть и те, кто сейчас учится в институте. Куда им теперь идти? Недоумевает директор. У нас перспективы есть. У нас дети есть. У нас четыре семьи молодые приехали. С Саратов приехали, с Куриловки приехали, с Синой приехали, с Шахан приехали, молодые. Реакция чиновников на волнение родителей в Ключах была своеобразной. Тут приезжали и сказали, что мы тут устроили психологические травмы этими плакатами. По ДН даже служба была психологов привезли с нашими детьми пообщаться, как будто они у нас были, как это, в заложниках. Мне сказали убрать страничку мою всю с инстаграма. То есть все вот это, что мы выкладывали, как бы любовь детей, да. Там никаких протестов. Мы, когда начали с мамами вот эту акцию заводить, мы хотели показать любовь детей к своему селу и к своей школе. А это позвонили Анне Александровне, нашей директору школы, откуда-то с Вольска. Она мне не говорила фамилии, сказали, Наташа, очень убедительно попросили убрать это все. Я сказала, что нет, мы будем идти дальше. Родители обоих сел чиновникам не верят и уверены, что нужно сохранять, а не разрушать то, что уже есть. Мы за свое село. Если умрет школа, умрет и село. У нас это центр культуры на жизни, на селе. На вопрос, когда же стоит ожидать реорганизации, Ирина Чинаева заверила, что все будет решаться совместно с родителями. Я же не знаю ситуацию поселения вот так до конца. Поэтому взять на себя ответственность и сказать, что это будет сделано завтра или через год. Здесь ключевой вопрос. Это совместное решение поселения, учредителя, родителей, те, кто там живет. Как мы можем за них решить? То есть это в любом случае, даже законодательно предусмотрено через сходы граждан, любое решение. Поэтому без совместного понимания за них решить ни я, ни вы, никто не может. Нет, мы не будем, конечно, сидеть, сложа руки и ждать свой вердикт. Это точно. Потому что мы все очень переживаем за свое село и за свое образование. А образование – это наш корень наших знаний, нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин